Под руководством и с участием вооруженных сил Армении террористические незаконные бандформирования оккупировали 20% азербайджанских земель. И как азербайджанская сторона должна поступать, когда лица армянской национальности пытаются проникнуть в страну, находящуюся в состоянии войны с Арменией? Об этом агентству АХАРАС сказал проживающий в Москве азербайджанский ученый, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук Азербайджанской республики Камран Рустамов, комментируя заявление представителя МИД России Марии Захаровой. Напомним, Захарова назвала грубым нарушением прав, высылку армян с паспортом Российской Федерации из Азербайджана. Рустамов в ответе Захаровой отметил, госпожа Захарова, представьте, что во время Великой Отечественной войны, когда были оккупированы советские земли, какая-то гражданка третьей страны немецкой национальности захотела бы въехать в страну. Что с ней сделали бы? В лучшем случае отправили бы в Сибирь. Баку только вежливо отправил в страну, откуда прибыла армянка. Все нормально и правильно. Лучше бы вы были озабочены восхвалением фашистских халуев, которым ставят памятники в Армении и Армавире. Когда повторится вторая Украина, а туда процесс с нарастанием идет, то будет поздно, — подчеркнул собеседник сайта. Напомним, что 29 декабря в Азербайджан не пустили Кристину Геворкян. Тут хочется вспомнить ситуацию с другим гражданином России. В июле 2014 года гражданин России Дильга Маскеров был взят в заложники армянскими военнослужащими на территории оккупированного армянами Кельбаджарского района Азербайджана, когда он хотел посетить могилы родных и близких. В оккупированном Нагорном Карабахе устроили незаконный суд над Дильгамом Маскеровым. Решением этого, так называемого суда гражданина России Аскерова приговорили к пожизненному заключению. Не мешало бы госпоже Захаровой обратить на этот факт самое пристальное внимание.